Мы делали перед пробежкой разминку динамическую. После пробежки это должна быть обязательно статическая заминка. Поясняю почему. Статическая заминка, как она выглядит. Мы можем начинать потихоньку. Вы, например, натягиваете мышцу и держите ее минимум 40 секунд. Лучше минуту. Потому что до 40 секунд мышца сокращается назад. То, что вы делаете до 40 секунд, это вообще бессмысленно, если вы отпустили мышцу до. Так. Стоимо. Поэтому это нужно делать минимум 40 секунд на каждую группу мышц. Так. Уже прошло 40 секунд? Нет. Стоимо далее. Это долгий процесс, но это все влияет на ваше восстановление. То есть, если вы сделаете правильную заминку, после любой дистанции, в принципе, через 15 минут у вас будет ощущение, как будто вы не бегали вообще. Растворяем ноги. И, наверное, чтобы мы не ложились, да? То есть, мы наклоняемся и растягиваем заднюю мышцу. Ага. Ну, только уже статически. Ага. Это просто стоимо, так? Да. Потом, главное, я перехожу на поясницу. Это можно либо повисеть на турнике, либо вы делаете, опять же, наклоны. То есть, вы делаете наклон в одну сторону. Ага. И также в статике вы стоите. Ага. То есть. Вы натягиваете боковую мышцу. Чувствуете, да? Как она тянется. Вот. И вы стоите в таком наклоне. Тоже 40 секунд. Сегодня я чувствую все свои мязи. Это хорошо. Почали динамично, така разминка. Побегали. А потом в конце просто расслабляем. Уже налаштовываемся на гарный день. Так, потрошку тихеньку, под звуки пташок. Дуже классно. Дякую вам за сегодняшнее тренирование. Я думаю, вы будете повторять за нами. И надо заниматься спортом. Надо бегать. И до того же правильно, чтобы не зашкодить организм. И несколько от вас, возможно, напутных слов для того, чтобы наши глядачи бегали. Я рекомендую двигаться в любом случае. Нужно много двигаться в день. И это будет вам гарантировано ваше хорошее самочувствие, энергия жизненная и позитив. Тоже, займайтесь всегда спортом. И будьте позитивны и здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова